Светила в город Донецк. В Донецке я до позавчерашнего дня была 8 марта 2014 года на собачьей выставке. После этого начался вот этот весь движ, и в Донецке я не была. И так как с медицинной здесь везде полный жах, мне пришлось поднять знакомых, друзей, которые в Донецке остались. Ну и поехала я туда к врачам. И что я вам скажу. Мне хотелось плакать то, что я увидела. Люди, которые были в Донецке до войны, они поймут, о чем я говорю. Это город красавец, это город с лоском таким был, богатейший, с сумасшедшей иллюминацией. Город миллиона роз. Там действительно весь город был засажен розами. Сумасшедшие пробки везде были. Все. Что увидела я, приехав 8 лет, ну 8,5 лет спустя, в столицу, скажем так, Донбасса. Донбасса, это уныние, это грязь, это отсутствие кустов роз, хоть и не сезон, но кусты ж куда-то должны были остаться. Это облупленные здания, это на центральных проспектах. Я еду, говорю, я за рулем, но я вижу, что все балконы в этих российских флагах. Я говорю, здесь что, все с ума сошли? Они говорят, а их что спрашивают? Просто ездит машина, не спрашивая людей, на их балконы развешивают триколоры. Даже так? Говорят, людей не спрашивают, вот хотят они этот флаг у себя на балконе или нет. И мы повесили, и вот он висит. Попробую снять, да? Бензина в Донецке нет, машин в Донецке нет. Да, понятное дело, что никто не снимет. Машин практически нет. Это город, когда-то в свое время там такой автопарк был, да, в частных руках. Там были такие машины дорогие. То есть в Киеве некоторых можно было не увидеть, они были в Донецке. Сейчас это, ну, во-первых, там практически нет машин. Чуть позже я расскажу. Вчера я еще и Мариуполь посетила, в котором мне было пять месяцев. И в Мариуполе сейчас пробки. А в Донецк абсолютно пустой, унылый, абсолютно унылый город. То, что они кричат, что их сейчас бомбят, ну, то, что увидела я там по центру. Да, отсутствие побитых стекла. Градами побитых стекла. Ну, даже, скажем так, сами окна на месте, рамы на месте, стекла просто побитые. Я говорю, ну, если вы это считаете, что вас бомбят, вэлком Мариуполь. Чтоб вы понимали, что такое бомбят. Это до сих пор там все есть. Говорю, все это можно увидеть. Ну, и местные жалуются, что у них в Донецке очень сильно поднялись цены на все из-за того, что туда очень много военных приехало. Ну, в Донецке сидят военные при погонах. Это не мобики, как, допустим, в Мариуполе, вокруг Мариуполя. Там, видно, руководство какое-то сидит. И, как сказали местные, они скупают там вот все золото. Вот в магазинах золото скупают. Потому что говорят, что оно дешевле, чем в России. Зарплаты у них большие. И вот они там бизнес какой-то, видимо, налаживают. Тут скупают, видимо, там продают. Значит, катают трассу Мариуполь-Донецк. Она всегда до 14-го года, она была всегда в идеальном состоянии. Это трасса международного значения. Это трасса, которая идет на Ростов. Ну, через Мариуполь до Ростова по ней можно доехать. Аж 20. Она четырехполосная, с разъединительной зеленой полосой была. Она всегда была в идеальном состоянии. Ну, пока вот не начались все вот эти движники. Сейчас ее начали ремонтировать. Ее катают. Катают россияне. То есть это не ДНРовские даже. То есть все Россия. Единственное, что порадовало, есть у нас на трассе такой населенный пункт, Новотроицкая. Это уже за Волновахой. Волноваха тоже на трассе стоит. И линии высоковольтных передач выкрашены желто-блокытные. Яркие такие. То есть никто не полез их перекрашивать. Остановки перекрасили. Вот эти вот линии высоковольтные, они так и остались желто-блокытными. Проехала я Еленовку знаменитую, да. Там прям вот вдоль дороги стоит, ну, небольшой храм, но всегда очень много людей туда ходило. Елена и Константина. Ну, даже не нашли, грубо говоря, краски за 8 лет просто покрасить сверху. Все это облущено, все это уныло, все это... Ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. И, ну, это очень печально и очень больно, потому что это вот город, который сверкал. Это была такая вот, знаете, был такой бриллиант. А это сейчас даже не бриллиант в пыли, это просто булыжник такой вот. Просто вот, ну, вот просто... Я не знаю даже, как это вот сказать. Это было очень больно. Заросшая Донбасс-арена знаменитая, где Евро-2012 проходила, да. И вот этот вот мячик там вращающийся был. Его действительно сперли. Его вывезли в Россию. И еще, что меня поразило, я не увидела общественного транспорта в Донецке. У них безумное количество было автобусов, троллейбусов, новое все было. К Евро все это закупалось. Я не увидела ни троллейбусов, ни трамваев, ни... хотя я была там, где трамвайные линии, ни автобусов. То есть какие-то старые маршрутки и все. Короче, я расстроилась. Вот честно расстроилась, потому что, ну, в моей памяти Донецк оставался вот этим вот сверкающим алмазом, и я увидела просто такой вот печальный булыжник. А вчера я съездила в Мариуполь. Ну, а здесь меня вообще разорвало уже на въезде, потому что там, когда въезжаешь в Мариуполь, с той стороны, где я, там частный сектор находится. И вот он, он весь как был разбомбленный, он так и стоит весь разбомбленный. То есть жильцы, скорее всего, выехали и не разбирают вот это все, эти побитые крыши, это дома и новые, большие, красивые, старые дома. Ну, все это разрушено. Но когда я въехала уже сам в город, я город, это мой родной город, и я въезжаю через район, в котором, в принципе, больше, ну, много времени, у меня бабушка там жила, Приморский район, я много времени там проводила. Я его перестала узнавать, потому что там отсутствует половина зданий, их просто снесли. Их уже снесли. Они разрушены. И я вот подъезжаю к Перекрестку, и я понимаю, что я вроде в своем городе, но... А я ищу ткань, вот так вот эти что? Я понимаю, что я в своем городе, но я его не узнаю. То есть вот, ну, вот, это очень больно. На самом деле очень больно. А когда я уже там свои дела подела, я решила заехать, опять же, в Приморском районе, есть огромный микрорайон Черемушки. Это считался самым экологически чистым районом. Он самый тихий считался. Там очень много жило моряков у нас. Там снесено 80% домов уже. Просто их, их просто снесли. И вот это так больно. И вот стоит пустырь, и над нем одна сохранившаяся пятиэтажка. А вокруг нету вообще домов. А они там были когда-то. Они вот еще весной там были. Да, обгоревшие, да. Но они были. А сейчас это просто пустыри. Сейчас это просто пустыри. И как-то это все, ну, вы тут вот в Мелитополе поставили памятник Ленину. Вы извините меня, пожалуйста. Я не хотела вас перезбивать. Да, простите меня, пожалуйста. Это про Мелитополь, про памятник Ленина, это еще не конец. Я вам просто говорю, что у нас, почему туда не летит ничего. Потому что у нас 90% сейчас кто там находится, это русские. 90%. Поэтому туда ничего до сих пор не прилетело. Только из-за этого. Пусть Маргарита дорасскажет, пожалуйста. Извините. Да, все-все, я закончила. Я просто объяснила. А по поводу, есть в Мариуполе знаменитый комбинат Азовсталь. И есть не менее знаменитый комбинат имени Ильича. Так вот, на первых проходных возле завода управления, он тоже раздолбанный. И, кстати, оттуда люди тоже в плен попали. Просто, что не было таких ожесточенных боев. И там это все малой кровью, скажем так, обошлось. Не так его утюжили, как Азовсталь. Он с другой стороны находится, на другой стороне речки. Вот. И над первыми проходными Азовстали повесили растяжку. С лицами Кадырова, Путина и Душ... Тьфу, как его фамилия-то? Пригожин. Ну, Душилин, короче. Пениса Душилина. Президента ДНР, главы ДНР. Пушилин, Пушилин, да. Но его Душилин называют в народе. Пушилин. Вот. Какое отношение эти люди имеют вообще к комбинату Ильича, которому на минуточку 125 лет. К нему и советская власть никакого отношения не имеет. Основатели, насколько я помню, американец, по-моему, или англичанин, или бельгиец еще. Их двое было. И назывался завод Никополь Провиданс. Вот. То есть даже советская власть к этому заводу не имела никакого отношения. Ну, на старте. На старте не имела. И вот эти вот теперь три физиономии висят на растяжке, на первых проходных разрушенного завода. На Азовстале вообще проходные не сохранились. А на Ильича сохранились они. Но. И вот у всех вопрос. Ну, говорит, ладно, там с Путиным понятно. Он там, ну, типа президент России. Пушилин, типа, понятно. Он глава ДНР, Мариуполь, типа. Что там делает Кадыров? Вот что там делает Кадыров, никто не понял. Ну, решили, что он, наверное, то ли ему подарили этот завод, то ли он там овец будет разводить. Ну, то есть там уже свои такие с шутками пошли. И последняя новость, которая вообще, наверное, ну, она повеселила ДНР же очень теперь и кичится тем, что они морская держава за счет Мариуполя. Порт. Порт Мариуполя действительно очень большой. У нас огромный элеватор в порту. В Бердянске есть порт, но он очень маленький. И все плюс-минус сугоргрузы с зерном, за зерном, там, за металлом заходили именно в порт Мариуполя. Здесь Азовское море очень мелкое. Здесь специально у нас черпалки были, которые чистили канал, по которому именно выходили эти суда. Океанические. То есть они просто, что море мелкое, из-за этого его углубляли, искусственно углубляли канал, чтобы эти суда могли заходить. И у нас судоремонтный завод был. Единственный на Азовском побережье, даже в Советском Союзе, с сухими доками. Так вот, Пушилин сказал, мы теперь морская держава. Чтобы вы понимали, у Украины нету судов, ну, торгового флота нету судов. Ну, нету. После развала Союза, что оставалось в Азовском морском пароходстве, все распродалось, все это. И, в принципе, у Украины ни Черноморского торгового флота нет, ни Азовского торгового флота нет. У нас там несколько буксиров было. У нас есть ледокол Белоусов, который, я не знаю, ему, наверное, лет 50 или 60 уже, ну, чисто Азовскую акваторию почищать. Он то у нас стоял, то в Бердянске. Ну, по-моему, порт приписан к порту Мариуполя он был. И, в принципе, из-за того, что мы граничим здесь по морю с Россией, у нас были береговая охрана, так называемая, пограничники, небольшие катера военные. Они абсолютно просто патрулировали границы моря. И вот после этого Душилин, Пушилин, Душилин сказал, что так как ДНР морская держава, и он благодаря порту Мариуполя будет вести торговлю Донецким углем с миром. И вот тут подвесли уже все. То есть, кому они будут продавать уголь, то есть, вот, слушайтесь, Республика ДНР, ДНР в составе России будет продавать уголь через Мариупольский порт. То есть, здесь смешно все. Ну, понятно. Начнем с того, что, ну, даже если Россия, даже если Россия будет продавать, у России уголь никто не купит. Просто по санкциям. Ну, смотрите, даже не в санкциях, угры отказывается от угля. Уголь вообще используется в очень ограниченных этих объемах. То есть, как топливо его практически никто не купит. Ну, вот просто, и вы понимаете, что это абсолютно на полном серьезе преподносится. Это на, вот, на таком пафосе, что вот... Люди в это верят? Вот, вот мы наконец-то. Ну, мы решили, что будут они продавать уголь в Белоруссию, только белорусам надо канал докопать до Азовского моря. И тогда у них получится. Азовское море не может принять вот такие тяжелые суда. Там в любом случае они не пройдут через Азовское море, потому что Азовское море, оно не такое глубокое. Даже если они там что-то прокопают. Им нужны Азовцы, чтобы копать большие... И нужно Азов, чтобы прокопать Азовское море, да. Я, кстати, когда была в Белоруссии, это было три с половиной года назад, я путешествовала просто на машине по Белоруссии с сыном. Я хотела очень увидеть Беловежскую пущу, моя мечта сбылась, и я прицепом объехала всю Белоруссию. И я вам скажу, Белоруссия бредит море. В Минске у них гостиница в виде кораблей, у них какие-то якоря светящиеся, у них даже реки там нет, не то что море, понимаете. Но они вот как-то бредят, мечтают они какой-то вот о чем-то таком, потому что вот эта нехватка, видимо, моря в государстве, я же говорю, я когда увидела, я говорю, это что, гостиница в виде трех фрегатов сделана. Понятно. Вот такое величие у них. Они мечтают Белоруссии о море, но не получилось как-то, да, у них географический море. А можно еще один вопрос? Они такие, но вот они очень мечтают о нем. Маргарита, а можно вам вопрос по поводу этой соляной шахты? Ее тоже разбомбили, соляного завода. Солидар, да, солидар находится, чтобы вы понимали, ну, грубо говоря, в 20 километрах от Бахмута. Но его больше нет. Поэтому солидар это... Ну, нет, сам солидар как бы он есть, но шахту невозможно разбомбить, можно на наземное оборудование. Я была в этой шахте соляной, там экскурсии проводят, там санаторий под землей солевой. Там огромный... Я вот честно не помню, кто, какой оркестр приезжал, и для этого оркестра камерного сделали зал в солевой шахте для звучания этого оркестра. Для акустики. Там зал, там концерты проводят. Я немножко о другом сказала. Там акустика потрясающая. Я о другом спросила. Это та шахта. В солидарии шахта. Артем-соль. Соленая шахта, которая является основной... Артем-соль шахта. Она одна у нас. У нас есть Артемовск, да, который шампанское... Артем-соль, да, и туда... Артем-соль находится не в Бахмуте. Артем-соль находится в солидарии. Я не знаю, где это находится. А я знаю, я знаю. У меня в солидарии жила... Извините, хочу задать вопрос. Бровка, извините. Ну, вы будете спорить долго про солидар. Давайте, у меня другой вопрос. Причем я хочу продублировать вопрос, который был в стриме. Вот как вы съездили-то? Вы... Это довольно-таки такой, скажем так, очень опасный маршрут. Донецк, Мариуполь. И вы обратно вернулись, да, уже, я так понимаю? Я вам скажу так. Я проехала пять блокпостов. Я проехала пять блокпостов. Но я ехала не через Сталевара, не на Донецкую трассу по прямой выехала. Я выезжала через ПГТ Никольское. Это бывший Володарск. Ну, россияне его Володарском и называют. Стоит блокпост перед Никольским, за Никольским. Потом идет через Кременевку там. Это через село я выезжала. Не по трассе, напрямую через село. Там хорошая дорога очень. И где-то я выезжаю, чуть-чуть не доезжая Волновахи. Я выезжаю на основную трассу. Потом блокпост перед Волновахой. Блокпост за Волновахой. Но за Волновахой на Донецкой трассе там всегда был стационарный пост полиции. Его сейчас сделали еще один блокпост. И еще один блокпост на въезде в сам Донецк. Останавливалась я на всех блокпостах. Но я открываю окно в машине. Я ехала одна. Я женщина, ну, скажем, немолодая. Вид у меня был бледно-зеленый, потому что я как-то ехала за нехорошими диагнозами. Настроение было не фонтанное. И мне действительно было не очень хорошо. Но дело в том, что на двух только блокпостах у меня попросили паспорт. На одном блокпосте у меня попросили паспорт. Это когда я... Один маленький вопрос. А вы с украинским паспортом ехали или с российским? Если хотите, не отвечайте вообще. А с каким? А у меня другого нету. У меня один документ. И другого я себе не собираюсь получать. Единственное, да. Вы не должны отвечать за гранули и внутренние. 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 Все понятно. Нет, внутренние. Я вам большую тайну открою. Куча людей в Донецке, которые живут с единственным украинским паспортом. И у них другого нет. И таких людей в Донецке тьма. То есть там даже в ДНРе за 9 лет даже не все ДНРовские паспорт получили. Не говоря уже о российском. Там живут люди с украинскими паспортами. Спасибо за это. У меня единственный паспорт гражданина Украины. Да, я не собираюсь как бы ничего менять. Ничего дополнительно получать. И все остальное, оно мне как бы не интересно. Еще такой вопрос. Во время войны есть какие-то мерки, то есть там у детей, у взрослых сам в 18 или когда-то там в 24, там в 45 надо менять фотографии, паспорт продлять. То есть, ну это правила наши по украинскому паспорту. Я вот это людей на данный момент это приостановлено. Я, честно говоря, не знаю. Мне уже больше 45, я не знаю, как сейчас это все дело, но когда это было, Мариуполь был в составе Украины, а Донецк был ДНРом, ну он им и остается пока на данный момент, да, они все приезжали в Мариуполь, ну в Мариуполь, там кто куда уже ехал, но ближе всех было ехать именно с паспортом, либо в Волноваху, либо в Мариуполь, и также получали паспорт Украины для 16 лет для детей. Я вам больше скажу, они уже получали ID паспорта, они уже получали ID паспорта у нашей граждан, ну государства Украина, а люди, которые с книжечками, ну нашими книжечками, они вклеивали туда паспорта, причем у дончан, я вам больше скажу, вот так называемые, ну люди с оккупированных территорий, их так и называли в Мариуполе, лица с временно оккупированных территорий, это там Донецк, Горловка, Макеевка, ну то есть та вся часть Донецкой области, которая считается временно оккупированной, им паспорт по вклейке фотографий делался за день, чтобы люди, ну не искали на члеях, там не платили деньги и так далее, им это очень сильно облегчали, если я там неделю ждала свой паспорт, когда я вклеивала фотографию, то людям вот этим, им еще упростили даже за получение загранпаспортов, они получали отдельно, сдавали документы, отдельно получали загранпаспорта, вот, наши, и тоже в укороченных сроках, они с чипами, вот, ну чипированные вот эти, это когда было? Это вы про какой год говорите? Это про какой месяц говорите? Про какой месяц вы говорите? Это до 24 февраля, это все было до 24 февраля. Да, 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 поэтому я просто к тому, что там, кто выехал из страны. Нет, все с этими, потому что у меня, я не знаю, я не могу приехать. из страны за границей. Да. У нас есть посольство. Нет, вам надо идти в посольство Украины, в ближайшее. В посольство Украины имеет право вклеивать фотографию. Я вам просто говорю. До этого нет. Люди, которые жили в России с паспортами Украины, люди, которые жили с паспортами Украины, в России, они шли в Москве в посольство, и им вклеивали в посольстве. Они юридически имеют право это делать. Я вам скажу одно. Вы гражданин Украины. Я гражданка Украины. Я живу в Швейцарии. Я гражданка Украины. Я не приняла гражданство. И мне для того, чтобы поменять паспорт, мне надо было ехать в Украину. Фотографию или какие-то данные. До этого. Это было до войны. Ну, может, там не совсем и государство. Я поэтому спрашиваю. Ну, я знаю, что до войны в Москве вклеивали фотографии. Это вам надо узнать в консульствах. Я в России никогда не была. Я вам говорю про другое государство. Не знаю, никуда в России не была. Я вам говорю, что... Я просто говорю про то, что я знаю, что в России вклеивали. Когда наши консульства... и ввести эфир, извините. Ну, поинтересуете... Извините, бровка. Я хотела Маргариты рассказ дописать. Вы постоянно встреваете, вы мешаете писать эфир. Вы меня извините, но... Вы мешаете писать эфир, я вам теперь рассказываю. Ну, тогда выключите меня. И вот в Мариуполе, конечно... И вот, честно, в Мариуполе меня что поразило? Это вот, да, это 90-е. Причём в худшем их проявлении люди вот там где-то раздают... Я приняла это братство кришнаитов. Они привозят бесплатную еду горячую. И там просто смертоубийцы за этой кашей. Ну, вот, которые кришнаиты. Они то ли как-то... Мир добра или что-то такое называется. Но ихнее направление именно кришнаиты. Они им разрешили заниматься волонтёрством в городе. Вот они горячие обеды, они приезжают... Вот в основном это частные секторы, где... Или разрушенные сильно дома, где живут пенсионеры в подвалах, там вот в этих разрушенных домах. И вот они... И там, конечно, это зрелище, но это просто ужасно смотреть на это. И ты просто не осознаешь, что это 21 век. Это центр Европы. Как бы там ни было, потому что Украина находится в центре Европы. И вот на этот весь кошмар смотреть, и... Ну вот какой-то... Какой-то сюр. Какой-то сюр. Привозят бесплатный ещё хлеб. Там битва за этот бесплатный хлеб. Он и продаётся хлеб. Но люди экономят на всём. И понятно, что... Когда привозят бесплатный хлеб, там, по-моему, две булки хлеба в руки, что ли, дают. Я так и не поняла. Я не интересовалась, вот сколько там дают хлеба. Ну там вот просто битва. Знаете, вот со стороны это напоминает такое чувство, что это кто-то снимает реалити-шоу «Голодные игры». Вот со стороны это вот именно так выглядит. Это просто чувство какое-то. При этом... При этом всём эти же люди, которые бьются за вот этот бесплатный... Да, бесплатную эту кашу горячую. Они рассказывают, что с Россией они будут жить лучше. Вот где? Где логика? Я говорю, ну вот это вот... Я, в принципе, в городе вообще... Я... Ну я с утра вчера и до позднего вечера в городе пробыла. Тут же комендантский час, везде всё. То есть я вообще с людьми разговаривать на тему... Вот там вот какую-то цепляешь буквально какой-то момент, и тебе вот весь этот поток сознания на тебя выливается. В ответ я ничего не говорю, ну просто из-за безопасности своей жизни, честно. Потому что я абсолютно не знаю, куда они сейчас побегут и кому чего расскажут. То есть там вот сейчас очень осторожно себя ведут. Сейчас... Смотрите, люди... Сейчас очень много появилось телеграм-каналов, причём... Смотрите, люди оскотинились там просто из-за условий жизни, в которые они попали. Поэтому я думаю, что большинство из них просто... Совершенно верно. И не соображают вообще прямо. Я думаю, что если бы эти люди жили в нормальных условиях, они бы как-то более-менее могли совладать с разумом. А когда у человека просто... Извините меня. Жизнь на выживание, драка за каждую. Я себя это, знаете, чем объяснила? Это совершенно верно. Если кто там, ну, в курсе, да, интересуется плюс-минус психологией, есть такая пирамида Маслоу, да? Базовые потребности. Ну, это вот пирамида успешных людей. И вот там есть базовые потребности. На самом первом... Первая ступень, да, базовая потребность. Это еда, зон, да? Вот эти вот, ну, абсолютно такие инстинкты. То, что у нас в инстинкт уже прописано. И вот люди, живущие сейчас там, они именно вот борются за вот эту первую ступень. То есть даже если они до войны были где-то там на второй, даже на третьей ступени, сейчас там вот в большей степени абсолютно все это вот первая ступень. То есть... Можно я сейчас выскажу, я ухожу. Но кто-то выживает... Бровка, я пишу. Можно я выскажу, я скажу. Я пишу, выживает кто-то с головой. Сейчас я договорю. Кто-то выживает с головой, понимая, что ему надо выжить. И там старики остались из-за стариков, а сами они с детьми. И они понимают, что да, им надо выжить. Но они какой-то там информацией интересуются. Они где-то что-то ищут. Они там анализируют. У них способность анализа не исчезла. И критическое мышление присутствует. А вторая часть, их большинство, вот это все отсутствует. Да, им надо выжить. И вот при этом абсолютно отсутствие критического мышления, вот это вот, да, скотиднивание. Там начинают выяснять, кто там больше пострадал, кого больше АЗОВ расстрелял. Ну, то есть там такие эти... Шариковы. Я на Колчаковских фронтах. Вот это вот шариковы такие вот. И их очень много. И меня, честно, вчера это просто пугало, потому что в Мариуполе... В Мариуполе, конечно, не Донецк. В Мариуполе контингент разный был, потому что и два огромных завода, и третий, правда, хоть и закрылся. И людей было там очень много. И люди разного интеллекта. И были... А сейчас вот такое чувство, что интеллектуалы-то выехали, и вот это вот люди разного интеллекта. И там остались люди с не очень высоким интеллектом в большинстве своем. Я не говорю про всех, но в большинстве своем. И они вот... Люди, которые с интеллектом там остались, в общей массе они теряются. В общей массе они теряются, плюс они стараются не показываться, они стараются вот... Ну, нигде не участвовать, не светиться, потому что они ждут Украину, и они всячески пытаются себе не компроментировать, чтобы их никто ни в чем не заподозрил. Они как с одной стороны осторожные, да, чтобы Украина их потом не заподозрила в предательстве, и с другой стороны они очень осторожные, чтобы вот эта вот вся масса с криками Гойда не сдала их куда-нибудь. То есть это очень тяжело, морально тяжело так выживать. Есть люди, которые ломаются, да, а есть люди, которые вот... Ну, именно... Я считаю, что это сильные люди, ну, духом сильные. Это выжить, это действительно... Это основная задача, и... Да, пытаются сравнивать, вы посмотрите, ну, что нам будет? Вон во Франции после Второй мировой баб подстригли, кто с немцами был, на этом все и закончилось. Ну, общественное порицание никуда не делось. И я, кстати, интересовалась у херсонцев, спросила, говорю, как вот у вас поступили? Да, были, да, понятно. Кто там совсем работал, понятно, их забрали. А вот ждуны, как я их называю, ждунишки такие, они как бы по статьям никуда не подходят, да, за коллаборацию, ну, не коллаборацию, как бы предательство не припишешь им, все. Ну, так там же начали местные хаты палить, у людей, ноги начали ломаться, понимаете? То есть люди же не забыли, рядом жили в оккупации и из-за кого страдали, правда? Вот это вот, его как-то надо на, ну, я считаю, все-таки мы правовое государство, и это как-то надо урегулировать, потому что самостоятельно в Мариуполе они будут 100%, потому что там это процветает у нас даже не так, как в Херсоне, понимаете? Как вы думаете, вот эти вот коллаборанты, или... Город разрушенный, люди там в стрессе... Маргарита, извините, как вы думаете, вот эти вот коллаборанты из Дуны русского мира, они побегут обратно, ну, смотрите, в Россию, когда приспичат. Коллаборанты побегут однозначно, там... А можно у меня другой вопрос? А те, которые за коллаборанты... Официально... Официально... Да. А те, которые были за русский мир, они останутся с Украиной? Бегут ли все? Есть вот, понимаете, опять же, что понятие русский мир? Вот эти ждуны... Да, есть ждуны, понимаете, есть такие ждуны, которые... Есть еще такой, знаете, я ждунами кого называю? Не те, кто открыто выступает за Россию, или там... Вот... Это... Это не то. Ждуны, это тем все равно, какой флаг над тобой висит. Вот эти ждуны. Ждуны хорошей жизни. Вот эти. Вот эти люди самые опасные. Потому что сегодня они бегают с триколором, а завтра, когда зайдет ЗСУ, они все вышиванки. Да. Одинут, а гимн Украины они все знают. Понимаете? Вот эти люди опасные очень. Очень опасные. Да. И, да, коллаборанты, кто... У нас есть... городской сайт 0629.com, это код Мариуполя, да, он существует, они выехали на территорию Украины, они ведь так и продолжают, он сжить, единственное, там комментировать сейчас нельзя. И там пишут, против кого в Украине уже заведены уголовные дела, как, ну, на коллаборантов. То есть этим людям по-любому, ну, либо срок в Украине, если они захотят остаться, либо им придется уезжать. А вот эти вот ждуны, со ждунами-то что делают? Понимаете? Кстати, это я, наверное, больше аудитории, да, больше аудитории, наверное, Вася, ваша из Казахстана, скажу. Нет, у нас... Вы знаете, у нас здесь очень поровну, у нас здесь очень поровну. У меня, кстати, подписчиков, это украинцы, где-то 20% Казахстан, только 20%. Остальные это Европа и, как ни странно, россияне. Здравствуйте, я дома. У нас сейчас просто в местных пабликах... Извините за голос. Можно помолчать? Извините. Я болею, я живу в Великобритании. И, кстати, я знаю... А...